Сегодня в кадре красоты будет меньше, чем обычно, потому что красота заболела, и тут еще жара приключилась, и все это вместе, когда у тебя температура дает такой, знаете, не очень веселый эффект, ну в общем тяжело, тяжело себя чувствуешь, как-то прям совсем не весело. Но ничего, ничего, я постараюсь снять это видео одним кадром, то есть без монтажа, если что я предупредила, а когда без монтажа случится может всякое, и я хочу снять сразу следующее видео, вы его увидите завтра, там про адскую хитрожопость, вот лучше и не скажешь. Про француженку дело происходит вот сейчас, ну такого, поверьте, вы еще не слышали, но это просто потрясающая по своей наглости история, просто потрясающая. И, конечно, не забудьте подписаться на канал, если вы не подписаны, чтобы ничего не пропустить. А если подписаны, вы, пожалуйста, проверьте, подписочку, она часто слетает, тут я вот ничего не могу сделать, это не я, если что, это YouTube. Ну вот в таких условиях приходится работать, в тяжелое время живем. И что еще хотела сказать, значит, то, что без монтажа, а, да, без монтажа. Значит, если вдруг, вдруг вам такой формат, время от времени, сразу говорю, все время я так не буду делать, но если вдруг вам такой формат, вот такой разговорный, тоже новостной, но разговорный, понравится, я там примеры буду всякие приводить из жизни, очень интересные, то вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях. Только вот прям напишите, не стесняйтесь. А то я когда говорю, если нравится, вы мне пишите, мне пишет там человек 10. Комментариев обычно очень много и непонятно в итоге, как бы большинству заходит или не заходит. Вот такого плана разговорный новостной формат. В общем, жду вашей реакции в комментариях. А сегодня, значит, про бабенку хитрожопую в следующем видео, завтра увидите уже его, если я его сниму, да, сейчас, ну, я постараюсь. А сегодня, значит, про выборы наши, наши выборы и про общую обстановку, которая окутана, я ищу политкаритика, чем заменить слово истерика? Чем заменить? Ничем, да, не заменить. Ну, давайте, знаете, как скажем, нервным напряжением. Вот так, нервным напряжением и со стороны французов, и со стороны правящей партии Макрона. И про воскресенье. В воскресенье у нас, у французов первый тур голосования в Национальную ассамблею. Вот ту самую, которую после общеевропейских выборов, когда партия Макрона, то есть правящая партия потерпела поражение, можно сказать, он распустил Нижнюю палату парламента, то есть Национальную ассамблею, чтобы провести внеочередные выборы. И, собственно, ну, выиграть в них, да, поучаствовать, выиграть в них. Я сейчас вам расскажу, как он вообще думал это сделать. И, знаете, тут в чем большая проблема. Во-первых, вообще по Европе вот витают просто, витают правое настроение. Очень долго вся Европа была, ну, практически вся под левыми, да, настроениями. Я тут тоже пытаюсь же политкорректно, что надо говорить. А теперь все очень сильно повернулось в обратную сторону. Прям очень сильно, очень резко. И вот к этому нынешняя власть, особенно если говорить о Франции, немножко была не готова. Немножко переоценили, наверное, свои силы. Почему так произошло? На мой субъективный взгляд, да, я исключительно высказываю свое личное мнение, ни на что не претендую. И так как я тут очень-очень давно живу, почти 20 лет, очень давно имею французское гражданство и являюсь гражданином этой страны, ну, как бы имею право. Правда? Правда. Так вот, почему так произошло? Потому что последние годы и правящая, да, партия и Макрон, и его партия, они очень отдалились от народа. Очень отдалились. И они просто не успевают реагировать. Ну, это одна, да, часть проблемы правящей партии. Они не успевают реагировать на изменения, которые происходят. Они происходят достаточно быстро и среди французов, и вообще в общих настроениях, общеевропейских. И вторая проблема, что они, ну, вот немножко, как я уже говорю, переоценивают свои силы и думают, что, ну, это всегда работало. Ну, как всегда, вот это все время, это достаточно длительный промежуток времени, когда левые были на коне со всеми своими либеральными идеями, которые, в принципе, сами по себе неплохи, неплохи, всегда страдает реализация. Всегда в данном контексте. Ну, так и вот, и вот тут как-то, понимаете, все совпало. То есть, они немножко в себя поверили. Мол, французы, они, знаете, ну, это действительно так. Они такие вот, несмотря на все забастовки, несмотря на все бесконечные какие-то акции, пикеты, вот это вот все, в массе своей, вот я понимаю, насколько парадоксально это звучит, но это так. Они, ну, как бы не сильно быстро перестраиваются к обстановке. Они вот такие, ну, по большей части консервативные. Я сейчас не имею в виду, там, такие, знаете, консервативные. Это значит, они носят, там, юбочки в пол. Вот это не в этом дело, а именно вот в своем мировоззрении. Что правы – это плохо, потому что, вот, например, когда я сюда приехала, ну, почти 20 лет назад, ну, ладно, давайте так возьмем, даже 15 лет назад, даже 10 лет назад сказать, что ты за правых, ну, это как-то, знаете, ну, немножко вот как-то не очень, да, как-то, ну, фу-фу-фу. Ну, что это? Помету я о их правых, я имею в виду, идеологии, вот как это все развивалось, вот это движение. Ну, так как сейчас они перестроились, адаптировались, на самом ли деле это так, никто не знает, да. Так вот, очень сложно в массе своей французы как-то перестраиваться. А тут просто слишком много совпадений. И вот эта правящая партия, они решили действовать старым методом, положившись на то, что, ну, большинство французов все-таки, вот, по инерции, по старинке, помету я вот, там, о тех временах, там, 5-10 лет назад, они просто будут, ну, так дальше голосовать, как всегда голосовали. Да, они все время недовольны, вот это, знаете, народ вот этот вот весь, все время что-то там, что-то им надо, все время как-то нет. Вот эта миграция недовольная, вот этими понижением жизни, да, уровня жизни, все время хотят. Ну, и пусть хотят, правда, правда, думали они. И вот, значит, в чем была суть-то идеи с распуском Национальной Ассамблеи, управящей партией, Макрон решил, ну, не лично, понятное дело, да, его партия, что сейчас мы быстренько пособираем. Они же не одни, там левые, там есть левые, радикальные, не радикальные, в общем, всякие разные, кого там только нет. Значит, мы сейчас их вот эти партии в одну кучку сгребем, да, значит, создадим что-то такое, ну, либо на базе вот этой же партии правящей, либо как-то по-другому ее обзовем. И даже будем принимать, это, кстати, не мои слова, это Макрон так говорил, мы обсуждали с вами в одном из видео, то есть я там уже цитаты приводила, сейчас вам тоже тут кое-чего зачитаю. И вот, значит, мол, объединим это все дело, и даже если эти партии, мы, мол, приглашаем в нашу тусню, вот эту тусовочку, партии, которые как бы, ну, немножко так против нас, но не сильно, прикиньте, ну, как бы тоже немножко оппозиционные, но не сильно. И мы даже, даже готовы включить в нашу вот эту вот общепартийную, новую, да, вот эту большую такую семью левую и ваши идеи кое-какие, не все, конечно, но кое-какие, давайте так договоримся. И вот он на это рассчитывал. Может быть, лет шесть назад, ну, пять, то есть до ковидной еще времена, это бы и прокатило. И, скорее всего, прокатило бы, то вот сейчас это не прокатит. И тут же у нас проводятся регулярно эти всякие социальные опросы, ну, вообще, вот эти все настроения изучаются очень активно, потому что буквально тут, чего тут осталось до конца недели, не так много времени, не так много времени, чтобы реагировать. И что произошло в итоге? Значит, пересрались все, да, как вы понимаете, попересрались все, какое там объединение, там вот эти партии, которые были, они почувствовали, почувствовали ветер перемен. Мол, что-то французы-то стряпенулись, что-то такое, как бы, грядет, может, не грядет, но, скорее всего, грядет, что-то, да, что-то такое грядет. Они такие, а что это мы объединяться-то должны с тем, с тем, а мы, как бы, можем и сами с усами, да? И вот они, как бы, почувствовали, что можно и самим, то есть не под кем-то, не с кем-то, а самим. А кто самим? Если как-то вот они вяло текущее, это все дело развивалось, более-менее одни и те же идеи, несмотря на то, что там кто что обещал, все равно курс был примерно один и тот же, шли четко прямо в жопу. Ну, вот всегда так было, мол, что сворачивать? Понятно, куда идем. А сейчас вот все партии такие, а вдруг вот это наш шанс, да, вот себя показать. А кто будет представлять эту партию? Надо как-то срочно попеределать все идеи и их представить. Че, мы сидели-то, как говорится, булки мяли, вот наш шанс, давайте. И, короче, все попересрались, я сейчас не буду вас грузить этими всеми закулисными делами. Вот как-то вот так. И все такие сидят, и никто не знает, что будет дальше. Все, что угодно. Да, и второй момент, который я хочу отметить. Мне часто пишут, что вот французы, они такие какие-то вот странные, они что, не понимают? Ну, придут там правые, левые, серо-буро-малины, какая разница? Они все, мол, одним миром мазаные, вот это все. Знаете, друзья мои, не нужно отказывать французам в умственных способностях. Все они прекрасно понимают. Конечно, все они прекрасно понимают. И каких-то розовых надежд, что придет Люпен или еще кто-то. И вот тут же, моментально, на следующий день все проблемы решатся. Конечно, таких иллюзий не испытывает никто. Ну, может, не знаю, редко кто. Ну, в общей массе, да, в среднем по больнице. Все все прекрасно понимают. Здесь речь идет не об этом. Здесь речь идет о том, что дальше вот этот курс, который был взят четко прямо в жопу, уже не устраивает. Мотоциклист, обожаю. Так вот, уже никого не устраивает. Какой-то другой альтернативы тупо нет. Вот есть левый, есть правый. Там Меланшон тоже что-то там суетится. С утра до вечера его вижу. Но там такое тоже, знаете, все очень шатко. Все очень как-то вот нет какой-то базы, что ли. Какой-то вот стабильности и уверенности. В отличие от партии Люпен. Никто не знает, что будет дальше. Может быть, это будет хуже даже, чем сейчас. Но это будет что-то другое. Потому что, как сейчас, всем уже вот тут вот сидит. Просто вот тут вот сидит всем. И вот так подобного рода настроения сейчас происходят. И правящая партия понимает, что она находится в огромном, в огромном риске. И как бы не пришлось по итогам выбора вообще, да, не дожидаясь следующих президентских выборов. А следующие президентские выборы во Франции у нас в 2027 году, а у нас уже 24, ну то есть через три года. То есть до этих выборов как бы и не произошли глобальные изменения во французском правительстве, во французской власти. А раз во французской власти, то в принципе и все равно это будет влиять на всю Европу. И все просто в истерике. Вот прям, ну я не знаю, какой другой эпитет подобрать. Какой-то такой вот, и знаете, она происходит какими-то волнами. То какое-то тревожное затишье, то просто все что-то начинают, какие-то высказывания, болтают с одной стороны в другую. Если мы вспомним о высказываниях нашего президента французского, то они были такие достаточно воинственные, да, вы помните, я думаю. До европейских выборов, потом немножко позже тоже он как-то так вот прям воинственно высказывался. То вдруг, вот буквально, когда вчера внезапно он заявляет, что и с Путиным-то он готов разговаривать. И как бы и не исключает совершенно такой возможности. И уже никакие войска никуда не едут, все. Хотя буквально несколько дней назад говорилось совершенно другое. И вот так немножко болтает, конечно, в каком-то полный раздрайв. И вот, а, да, еще по телеку, конечно. С утра до ночи, с утра до ночи крутят вот эти вот дебаты, дискуссии. Причем дебаты не между партиями, да, не между представителями, так скажем, партий. А вот напишите, пожалуйста, кто живет во Франции, кто вот это все безобразие смотрит. А я смотрю, потому что, ну, для работы мне это надо. И вот я не говорю, что так и есть, да. Хочу на этом акцент сделать. Но вот у меня лично создается такое впечатление, что нас, французов, пытаются убедить, что мы идем куда-то не туда. Что мы на грани того, чтобы сделать неверный выбор в пользу правых. Да, одумайтесь, вот прям вот какая-то такая тенденция, и пытаются, ну, просто вот всякую фигню. Вот вчера, я сейчас объясню о чем, всякую фигню протолкнуть, что вот посмотрите, какие они плохие, вот те или вот те, или вот те, да. Вот пример вчера. Я не помню по какому каналу, но кто смотрел, можете тоже написать, я сейчас не вспомню. Речь шла о том, что, то, помните, вот феминистки тут вдруг бастовали. Не, ну я понимаю, что у них тоже есть опасения, и мы видим наглядный пример, как это в Польше сейчас происходит, по поводу, останется ли возможность распоряжаться своим телом, да, если вдруг чего приключиться. Мол, вот правые, они достаточно консервативные в этом плане, вот смотрите, будет как в Польше, или смотрите, будет как вот там еще где-то. Ну, такое тоже, да, может быть такое, может, поэтому. Поэтому, но вчера, значит, по телеку, передача, знаете, что обсуждали? Школьную, блять, форму. Вот как будто больше нечего обсудить. Значит, вот правые, они заставят всех носить школьную форму. Ну, ну, понятно, младшая школа, по-моему, даже колледж, лицей не помню, по-моему, в лицее не будет. Ну вот, грубо говоря, если по русским меркам, ну, то есть до 11 класса, примерно там, плюс-минус так, или даже чуть меньше, школьная форма будет, там еще чего-то. И вот это вот, три часа обсуждали. Вот как будто больше нечего. Знаете, с одной стороны, если говорить о школьной форме, я и за, и против. Я против, мол, лишат индивидуальности. Вот это да, это да. Но это все работало 20 лет назад, когда не было 1589 миллионов, я не знаю, этих, мигрантов из разных стран. Я сейчас не то, что там против мигрантов, а я против того, что они тащат сюда свою культуру и пытаются тут ее насаждать. То есть они уезжают из какой-то страны и тащат ее сюда с собой. Понимаете? И вот начинаются вот эти бесконечные терки. У нас тут просто была волна агрессии школьной, да, там что-то не было, куча всего. Вот именно по этому поводу. А здесь как бы хотят все это дело унифицировать. Так вот, вот это проявление индивидуальности, может быть, это бы и неплохо было лет 20 назад. Но сейчас, ну вы знаете, да, кто-то ходит прям, грубо говоря, в одних трусах, кто-то вообще, вот одни глаза торчат, все замотано. И вот это, ну, влияет как минимум на процесс на школьный. А если будут хотя бы, ну, более-менее какая-то форма, ну, хотя бы какую-то подобину, ну, что-то. Может быть, даже это и к лучшему. Я не знаю. Я не знаю. Никто не знает, что там будет дальше. Может быть, даже и к лучшему вот в этих ситуациях. И вот в чем проявляется вот эта не сила, а, наверное, прозорливость правых в том, что они больше держат лапу на пульсе. И то, что они подстраиваются под настроение, которое сейчас есть. А я сейчас вам расскажу, какие настроения. Ну и вот такое вот все. Поняли, да? Вот это школьное. В три часа я уже сижу, думаю, да е-мое, когда там что-то еще другое будет. Вот, это лишатся индивидуальности, это будет вот та школа лучше, та не лучше, та частная, та не частная. Какая нахер разница? Речь не об этом. Речь о том, ну, то есть, понимаете, пытаются подвести вот под это, под те либеральные установки, мол, все одинаковые. Вот именно, что все должны, ну, как бы иметь одинаковые права и свободы. Но вот иногда приезжают люди и считают, что они как бы все правы, но они прави. И все свободные, но они свободные. Он как-то так вот они считают, такое тоже бывает частенько. Ну и вот такое вот, в общем, какие-то мелкие такие непонятные терки. Я думала, что мне это кажется, пока у нас тут не опубликовали сообщение от Макрона. Он тут давал какое-то очередное интервью. И, значит, что он говорит? Такой заголовок, что Макрон предупредил французов о скорой гражданской войне. Ну, то есть, внутри государств. Значит, ультраправая партия, я вам читаю новость, если вдруг чего. Ультраправая партия, национальное объединение и левая коалиция, новый народный фронт, который лидирует по опросам на досрочных парламентских выборах. Ну, это пока опросы, да, проходили. Выборы будут, первый тур будет вот в это воскресенье. Мы с вами обязательно увидим, чего и как. Так я сразу же сниму видео, если не помру. Тут у меня голос останется. Короче, значит, новый народный фронт и национальное объединение лидируют по опросам. И, цитата, могут спровоцировать гражданскую войну во Франции, заявил Макрон вот в этом вот интервью. Это когда было? Это было сегодня или вчера, ну вот накануне. Значит, еще одна цитата от Макрона. Я думаю, что о решениях, предлагаемых крайне правыми, не может быть и речи, потому что они классифицируют людей по признаку их религии и происхождения. И именно поэтому это ведет к разделению и гражданской войне, сказал он. Ну, в общем, поняли, да? А еще, значит, мнение Макрона поддержал и министр Брюно-Люмейер. Макрона, он также предупредил, что идея обеих этих партий катастрофически скажется на экономике. Ну, в общем, вот такая, понимаете, какая-то волнение, какая-то вот истерика, паника, вот это вот все. Ну, чувствуется. Опять же, я не претендую на истину в последней инстанции, но как-то вот чувствуется. То есть, ну да, типа вот они делят по признаку, мол, это хорошие французы, это нехорошие. Хотя, так, если подумать, то там в чем суть-то, вот в эти хорошие-нехорошие по признакам, по религии в том, что слишком много неконтролируемой миграции. Вот о чем, на чем, точнее, могут сыграть правые. Вот на этом они прям могут сыграть очень-очень сильно. Потому что всех уже сильно тошнит от неконтролируемой миграции, от нелегальной миграции. Я еще раз акцентирую ваше внимание, речь не идет вообще обо всех тут переезжающих, переезжающих и вот это вот все. Если у вас все в порядке с документами, если вы все делаете правильно, если вы соблюдаете законы, то к вам обычно никаких претензий нет. Конечно, может случиться всякое, но чаще всего претензий нет. Обычно претензий к тем, кто приезжает и просто уже не то, что на шею залез, не то, что ножками болтает, а ведет, уже поплевывает оттуда, понимаете. И конца, и края этому не видно. И вот эти все процессы усугубились, во-первых, ковидом, потом сразу же конфликт на Украине. И вот все вот это накапливалось, разворачивалось как снежный ком. Ну, все-таки не нужно недооценивать то, что я тоже об этом говорила в предыдущих видео. Я сейчас вот интересную вам вещь одну скажу. Не стоит недооценивать, если вдруг что, это скорее всего муж пришел, там что-то гремит. Я очень надеюсь, а не то, что это маничинка какая-то озабоченная. Так, ладно. Тебла. Снежный ком. Вот, и в это все огромную влепту, вот на настроение снизу, огромную влепту внесло поведение всяких беженцев, всяких переселенцев, иммигрантов, в том числе и украинских. Я об этом говорила с самого начала, с самого начала, когда еще делала серию видео для украинских беженцев, где через раз говорила, ребята, вели себя нормально. Но ребята не вели себя нормально. Ну, не все, они, конечно, не все. Друзья мои, речь идет, понятное дело, не обо всех. Есть очень много добросовестных людей, которые действительно сюда переехали, потому что они были вынуждены это сделать, а не потому что они решили, ну, мол, фартануло. Ну, давайте называть вещи своими именами. Ну, давайте называть вещи своими именами, потому что уже начинает быть можно так говорить. Так вот, ну, так скажем, экономические, их называют, экономические беженцы или экономические переселенцы, которые находились в более, особенно в самом начале конфликта, в более-менее безопасных областях. И вот именно из тех безопасных областей первые волны переселенцев оттуда и рванули. И вот эти люди просто невыносимо наглые, просто невыносимо наглые. Не все, я подчеркну, не все, но тем не менее. И вот именно им, именно им, к сожалению, досталась вот эта вся забота. Вот все с ними носились, и они, во-первых, ну, сами, да, не все. Я знаю, что сто раз повторяю, но надо на этом делать акцент. Ну, вы понимаете, надеюсь, о ком я говорю, правда же? Мы все их наблюдали. Вот они, которые валялись на площадях полуголые, тресли сиськами, мазали на жопу украинский флаг. Вот они все. То есть, понимаете, это не единичный случай, это настолько массовое явление, что непуганные европейцы просто охерели. Сначала они воспринимали это люди, ну, немножко не в себе, да, мягко говоря. Ну, потому что там вот страсти такие происходят. Потом, когда они поняли, что страсти происходят не на всей территории, когда они начали понимать, откуда они приехали. Ну, в общем, вот это вот все, да, когда пришло осознание, переосознание, и люди стали, европейцы, я имею в виду, и французы в том числе, задаваться вопросами. Какого хрена, спрашивают люди, какого хрена происходит вообще, что это такое? И вот, когда я опять же делала видео для беженцев, я очень просила в этих видео вести себя прилично, потому что в следующих волнах переселенцев приедут те, которые действительно нуждаются в помощи, действительно потеряли все. И вот к ним уже, вот к тем, кому действительно нужна помощь, будет очень, очень предвзятое отношение. Так и произошло. Но это не было каким-то, знаете, открытием, это не было удивлением. И вот эти друзья, которые тут бегали, орали, что они тут под ноусы, и весь мир с ними, и вообще им все должны. И вспомните, кто вот давно у меня на канале, сколько было вони в комментариях. Сейчас не то, что гораздо меньше, сейчас практически ничего такого нет. Все прижали сраки, но поздно, друзья мои, пить боржоми. Уже все сложилось. Первое впечатление можно произвести только однажды, и вы его произвели. И это, я не говорю, что только в этом причина, но это все наложило отпечаток. И вот что я хотела вам интересненько рассказать. И мне говорят, что ты вот докопалась из некой страны, а вот ваши там, ну так скажем, загорелые друзья. К ним, значит, нет, к ним есть вопросы. Но, понимаете, здесь нужно разбираться в европейском менталитете. Вот эти беженцы, или нелегальные, которые нарушают, я не говорю про всех. Вы меня слышите, да, надеюсь? Слышите или нет? Вот так, на всякий случай, повторяю. Вот эта категория, которая, так скажем, негативщики, да, которые плохо себя ведут. Я не знаю, как еще сказать, чтобы дошло до людей, что речь идет не обо всех. Но, тем не менее. Значит, вот такие, скажем, ну, не знаю, как загорелые, да, вот на солнышке загорели. Так вот они действительно ближе к телу. Ну, прикиньте, все так просто. Потому что там очень длинная история взаимоотношений, вот эти все колониальное прошлое, ля-ля-ля, это поля, коллективная какая-то ответственность. Хотя я категорически против этого термина, категорически против вот этого вот всего раздувания. Ну, вот что имеем, то имеем, да. И там действительно есть такая вот некая историческая связь. И да, прикиньте, те ближе. Несмотря ни на что, несмотря на то, что их в разы больше, что они ведут себя гораздо отвратительнее в части, что они несут какую-то совершенно другую свою ментальность, религию и так далее. Да, они ближе. Вот так эта мельница вертится. И ничего вы с этим не сделаете. Потому что история, ее вот так вот не отменишь. А где, извините, находится некая восточноевропейская страна, вот там где-то, да, они знать не знали. Они знали, что такое Россия. И то до сих пор, ну, сейчас уже больше знают, но вот до, наверное, конфликта я валялась тут постоянно, когда не все. Ну, время от времени, когда я говорю, ну, кто-то спрашивает, вот у вас такой там интересный акцент, откуда? Я говорю, я из России. О, Россия, холода, холода. Вот холодно. И когда я говорю, что, ну да, я родилась в Сибири, в России, потом я там жила очень, ну, сколько, 22 года с рождения. То есть я сибирячка. Я потом переехала на юг России. И когда я говорю, что, ну, там, где жила погодка примерно как на юге Франции, ну, там в ряде областей, они очень удивляются. То есть, понимаете, да? Ну, это Россия, я им говорю, ну, это большая страна. И там Москва, все дела, вот эта матрешка, балалайка. То есть что-то они там, ну, где-то слышали. Давайте так, где-то что-то там слышали. И, ну, вот скажите, что я не права. Вот скажите, до всех событий, все, кто там что-то как-то говорит по-русски, оттуда где-то, вот, всем вообще было насрать, кто там конкретно, они все были русские. Вот все были русские для них. И так, ну, для многих сейчас тоже так остается, хотя сейчас вот уже, как говорится, видно разницу, да? Большое спасибо трусам в кетчупах. Ну, вот кетчуп, видите, делает свое дело, тут никуда не денешься. Сейчас уже, конечно, эту разницу гораздо заметнее она, гораздо заметнее. Но до этого люди вообще не соображали, что там где-то. И вот, когда приехали вот эти первые волны, и вот они ждут их, значит, с распростертыми объятиями, там что-то бегали, собирали вот это вот все. Потому что думали, что, ну, они же светленькие, да? Религия примерно одинаковая, ну, как бы о чем тут? Но то, что было потом, это явилось, да, неожиданностью крайней. Прям вот крайней. Потому что если от какой-то категории ты чего-то ожидаешь, а от этой не ожидаешь, а получаешь то, что вообще не ожидал, и мало чего знал, и тем более они совершенно не разбирались в этих тонкостях политических, да, там. Поэтому вот отвечая на ваш вопрос, очень часто задают, мол, что ты вот это или что, они вот к этим прицепились, у них там своих полно, мол, вот и нормально. Да, не нормально, не нормально, просто те как-то уже привычные. Те как свои родненькие, вот исторически так сложилось. А вот тут не сложилось исторически, поэтому как-то да. Как-то немножко прифигели. Ну, в общем, и возвращаясь к нашим вот этим партийным теркам, вот как раз о нелегальной, я подчеркну, нелегальной миграции речь идет со стороны правых. И французы на это ведутся. Ведутся. А другая, значит, сторона это интерпретирует как «Вот, посмотрите, они делят людей по признакам там, по всем этим вещам». Ну, и да, и нет. И делят, и вместе с тем, они не делят для того, чтобы поделить и сказать, что вот эти лучше, а вот эти хуже. Вот эти, значит, красивые, умные, вообще распрекрасные, а эти вот некрасивые, неумные и вообще фу. Речь идет не об этом, скорее всего, а речь идет о том, что, ну, надо, ну, тоже не забывать свою историю, надо не, наверное, не так поощрять вот вольности разные. Ну, вот как-то вот об этом речь идет. Наверное. Я не знаю. Я еще раз повторю. Никто не знает, что будет дальше. Как вообще дело повернется, случится, может быть, все, что угодно. Ну, мы с вами в любом случае очень скоро это увидим. И вот, значит, история вам. На прошлой неделе пошла я к врачу. Сижу, значит. А чтобы попасть тут к врачу, надо очень-очень долго ждать, даже если приходишь по записи. Так бывает всегда. Я, наверное, ждала часа полтора. Сидела там вся в соплях, в слюнях. В общем, все, как я люблю. Еще и в маске, чтобы это, значит, окружающих не заражать. Сижу, втыкаю в телефон. А передо мной сидит мужчина, ну, мужичок, не знаю, там, 50-55, может, лет, и женщина, ну, примерно такого же возраста. Я разговаривать не могу, потому что у меня голоса не было. Они, значит, разговаривают между собой, и все обсуждают одну тему. Вот эти вот выборы, вообще, что происходит, и как мы жить-то дальше будем, и со всеми этими вещами. Что делать с тем, что уже наделано? И они разговаривают. И вот она, женщина, говорит, я раньше вообще на эти все выборы не ходила особо. Ну, мол, зачем? И так, неважно, кто как бы, ну, это правда так было. Мол, там, все выборы, ну, ну, как-то так вот все идет. Вот о чем я и говорила, да, в начале видео. Как-то так все идет, и пусть идет. Вот, и мужчина, говорит, ну, наверное, сейчас не пойдете. Он так, а вот сейчас пойду. Вот сейчас пойду. А он говорит, а чего это? Она говорит, а потому что я вот работаю всю свою жизнь, и мне до пенсии еще лет 10 пахать. Ну, у нас тут тоже идет тенденция к увеличению пенсии-то. Мол, я, значит, пашу, 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 да, а вот моя новоприбывшая соседка, она ничего нигде не пахала вообще в этой стране. И по возрасту она, значит, до того, как у нее возраст, жахнул ей, значит, пособие нехилое такое. И плюс еще все плюшки медицинские, все, значит, ну, все 33 удовольствия. И она тут, ее вот эта соседушка, ну, видать, они там общаются, я не знаю, я вам передаю то, что услышала. И она, значит, собирается подавать на, здесь у нас во Франции есть пенсия, которую вы заработали, то есть это вот пенсия-пенсия, пока что так, и есть как бы пособие по старости, ну, вот если перевести, то есть есть, понимаете, да, пенсия, которую вы заработали, вы будете получать столько, сколько вы заработали. Если она ниже определенного минимума ваша пенсия, ну, вы мало работали, например, то вам что-то там будет доплачивать. Вот из этой вот второй категории именно пособие по старости доплачивать будет. Если вообще ничего, то в принципе, да, пособие по старости. И вот она сидит, эта женщина, и возмущается, типа, а какого хрена? Я работала всю жизнь, я вот пришла к врачу, я заплатила за это, то есть мы же делаем отчисления во все пенсионные фонды, я вот тоже делаю, то есть, ну, я сама себе плачу, так как я шеф своего предприятия, я сама себе плачу пенсию, вот эти все дела, социальные, короче, все выплаты каждый месяц. Еще плюс налоги раз в год, и местные налоги региональные, и вот, ну, вообще, и делают уже декларации таможенные каждый месяц. В общем, да, фига, да. И вот она говорит, я, значит, работаю, работаю, плачу, плачу, плачу за все, с врачами напряженка, совсем напряженка, я должна, значит, сидеть в очередях по 150 миллионов лет, ни к какому специалисту не запишешься, к врачу, ну, а я, мол, работаю, и на это идут мои отчисления. А тут какая-то Фрося, извините, да, Ивановна, пришла, приехала, ни дня не проработав в этой стране, имеет то, что ей, вот этой женщине, еще надо доработать, да, вот сколько там ей лет осталось до этой пенсии. И вот она сидит, возмущается, говорит, я пойду. Ну, как говорится, надо ли вам говорить, за кого она собирается голосовать, или не надо, или вы догадались уже. Вот она говорит, я пойду. И вот в этом вот вся проблема и состоит, то есть большинство, ну, я, конечно, всех не спрашивала, еще раз говорю, я вот высказываю, как я это вижу, большинство французов, скорее всего, пойдут голосовать не за кого-то, а вопреки. Потому что они прекрасно понимают, что и там, как говорится, хрен редький, не слаще, там тоже куча проблем, действительно, там и есть вопросы, да, и к партии Люпен, и к остальным тоже, которые вот лидирующие, так скажем, по опросам партии. Ну, куча вопросов, не надо идеализировать, мне тоже часто пишут, а, Люпен сейчас придет, все решит. Не факт вообще, вот вообще не факт. Но настроения таковы, мы вот будем голосовать хоть, не знаю, хоть за Белочку, хоть за Зайчика, в общем, за кого угодно, кто вот по пунктам будет более-менее против того, что, то есть против вот этого вот курса, против этого движения, против этой инерции, которая просто несется вот в яму. Ну, уже понятно, что, ну, ничего там дальше лучше не будет, потому что, вот еще одна ошибка правящей партии, ой, когда это было-то, ну, вот примерно сразу, да, после общеевропейских выборов, вы понимаете, да, о каких выборах идет речь, сначала были общие европейские, по вот всем-всем-всем-всем-всем странам в Европарламент. И, значит, партии, которые участвовали от стран, они там голоса набирали. И я сейчас, сколько-сколько там от Франции было, блин, я не помню, сколько там этих кресел в европейском, не во французском, в европейском парламенте, в общем, какое-то количество съезжих, ну, этих кресел, ну, пусть 100 будет, я сейчас боюсь набрать, ну, неважно, что-то около того, значит, 100 штук. И вот кто, какие конкретно существующие уже во Франции партии займут эти 100 кресел в европейском парламенте, вот тут большой вопрос был. И вот тут, значит, как раз и провалилась партия, правящая партия Макрона. И он решил вот такой, значит, трюк с конем сделать, мол, сейчас мы все это дело быстренько распустим, по-новому за бацей. И он говорит, я, значит, не собираюсь менять курс. Я не собираюсь менять курс. Ай, ай-яй-яй. Очень зря, очень зря это было сказано. И так было понятно, что никто ничего не собирается менять. Ну, надо бы хотя бы, ну, видимость, что ли, какую-то сделать. А здесь, ну, я говорю, что очень переоценили свои силы, очень переоценили силы и переоценили силу инерции, наверное, да. Потому что отдалились от народа, отдалились. Если Люпен, ну, со своей партией, в самом начале они, у них вот, ну, такой мизер был по голосам, просто еще там, ну, каких-то там, говорю, 10-15. 15 лет назад вообще стыдно даже было вслух, говорю, сказать, что вы там за правых, подумали, что вы там, вы что, как бы, совсем уже ку-ку. А сейчас вот, знаете, нет. А сейчас уже наоборот. Сейчас уже все открыто говорят, нет, я пойду голосовать, я буду вот за тех, за тех, за тех. И мне насрать вообще. Потому что, ну, так дальше продолжаться не может. И вот он думает, ну, сейчас, как вот всегда, поквакают, на ту жопу сядут. Я так вот, нас так вот как-то тихонечко и прошмыгнул. А нет, не вышло. Вот это была, конечно, стратегическая ошибка, вот эта удаленность от народа. Я говорю, если партия Люпен что-то там прыгает, что-то там собирает голоса, что-то, в общем, какой-то движ там происходит, да, вот среди, опять же, не надо обольщаться, не надо идеализировать, да, всем, понятно, борьба за власть. Но, тем не менее, что-то она вот как-то немножко ближе к народу, как-то вот более приземленно к этому всему подходит и быстрее, соответственно, реагирует. То есть изменяет какие-то там свои постулаты, партийные, выборные, вот эти все вещи. И вот быстрее, быстрее выигрывает по времени. И для них это победа, потому что такого не было очень-очень давно, чтобы правые, значит, голову подняли прям вот так высоко. Для них это победа, для них это вот реванш, для них это что-то такое необыкновенное. И они прям вот что-то там прыгают. А вот кто уже засиделся, знаете, мхом покрылся, им очень сложно реагировать. Они уже где-то там, на Олимпе, там где-то. Им не до нас, они так смотрят, какие-то жучки бегают, эти французские, что-то там жилеты вот эти вот бегают, что они хотят, эти что-то скачут, больные какие-то. И поэтому им как-то пофиг на вот эту всю миграцию, они же среди этой миграции-то не живут. Им почихать вообще совершенно, ну, подумаешь, там, легалы, нелегалы, кто-то им их разберет, правда? Говорится, французский налогоплательщик вывозил всех, и до этого вывозил, и сейчас вывезет. Но дело в том, что и налогоплательщик сильно обнищал, да, я не говорю даже обеднел, прям обнищал, катастрофически. И себя бы вывезти, и свои семьи, и своих детей, и вот это все, это как-то вот не учли, да, это как-то не учли. И вот эти вот, ну, в общем, вот как-то вот все вот так сложилось, уже не буду вас тут грузить дальше. Но это, конечно, выглядит крайне печально, и сейчас совершенно непонятно, куда это все повернет дело. А я еще раз напомню, что я высказываю исключительно свое мнение, которое вот ни к чему не призывает, ни к чему не обязывает. Просто вот как вот я вот вижу со стороны, вот как вот мне это все видится. Я, конечно, могу ошибаться, и вот это вот все, и вот это вот все, да, вы понимаете, надеюсь. Ну, мы увидим с вами, мы с вами увидим воскресенье. Это будет первый тур, второй тур будет 7 июля. Ну, то есть вот прям на наших глазах буквально исторические события происходят, друзья мои. Ну, вы там подписывайтесь на канал-то, подписывайтесь, не стесняйтесь. Я всех жду, чтобы ничего не пропустить. Да, и напишите, как форматище, норм. Прям вот напишите, чтобы вот много комментариев. А то я спрашиваю, мне, я же говорю, там напишут немножечко, и мне непонятно, потому что очень большое количество комментариев. Всем огромное спасибо, кто комментарии пишет. Даже нервные, всякие комментарии я имею в виду. Но вот как-то теряется вопрос, да, который я задаю, спрашиваю, как вам, и вот как-то там что-то немножечко. Поэтому вы мне прямо вот напишите, как вам разговорно-новостной формат. Вы видите, как с вами близко друг к другу. Так, ну что, силы начинают покидать меня, а мне еще второе видео про бабищу снимать. Про бабищу. Сейчас прям сразу сниму, потому что потом я уже не встану. Дышится тяжело. И сейчас, наверное, про самольчику тяпну, да, и как запишу. Но я еще какие-то дела попеределала сегодня весь день с банком. Терки у нас были. Но это по работе. Поэтому я вот записываю уже, когда могу. Все, друзья мои, жду ваши комментарии. Я поскакала снимать следующий видос про хитрожопую бабу. Про очень хитрозделанную. И, как всегда, всем отличного дня, хорошего настроения, мирного неба над головой. Мы с вами очень скоро увидимся. В следующем видео буквально завтра будет такой же разговорный формат.